Здравствуйте, товарищи! И в этом концепте, собственно говоря, в этом клипе, точнее, в девчонок концепт более взрослый, чем раньше, потому что у них до этого первые три альбома, первые три клипа, плюс четвертый, который на студийном альбоме вышел на Вилера, он был такой милашно девичий, школьный. Здесь они уже прям такие более взрослые девушки. Сколько я, по крайней мере, помню, да, я давно песню не переслушал, хотя она мне нравится, даже есть в моем плейлисте, она просто не всегда выпадает у меня. Вот, ладно, давайте скажем спасибо Денису за то, что он эту вещь заказал, и будем слушать дальше. Три, два, один, поехали! Фингертип. И она по музыке отличается от предыдущих, что большой плюс, потому что на Вилера мне не сильно зашла, ну так, умеренно, надо будет ее переслушать тоже. Именно из-за похожести на того, что раньше. А тут прям получить и распишитесь. Тут еще такое, опять же, ретро вайбы. Слышите, вот этот замечательный син, квакающий, я его так называю. Видите, какие у них одежды, не то, что раньше, мне и предыдущая нравилась, но и такой рост концепта, он всегда хороший. Там напоминает чем-то диска и прочее, прочее. Ну, они на ветре здесь вообще давят неплохо. И неон, и машины такие. Вот, хороший припев очень. Милота. И опять проигрыш. С этим забавным синтем. У них харяга, опять же. Она мне показалась не такой сложной, как в предыдущих песнях, все равно классная. И опять же могу ошибать. У нас есть харяга версия. Мы ее тоже потом послушаем, посмотрим обязательно. Я, в принципе, тогда уже инху замечал. Просто с каждым камбэком она мне все больше и больше нравилась. Песня хорошо так развивается, готовит к чему-то веселому, классному. Как стреляют в кого-то. Ну, понятно, в нас. Да, ударные характерные для 80-х, условно говоря, готов. Синты такие же. Вот, это хороший момент. Чисто по ряге. Да, в принципе, под проигрыш хорошо подходит. Внезапная пауза в клипе. В песне ее, разумеется, нет, в оригинальной. Я предполагаю, вспоминаю хореографической версии, тоже этого нет. Дедичонки еще более красивыми стали, а не хотя там прошло после предыдущего альбома совсем полтора года от силы, ну, именно миник. Они прям как-то возрослели. Опять же, хорошо вокал подпустили в последнем припеве. Что они друг другом сделают такое? Прилетело. Вообще такие 80-ые играют на фоне караулов. Все-таки пришли, что-то у нас инха. Заспалась. Все это ей, скорее всего, уснилось. Это, конечно, интересный у нее пейзаж за окном. Я все такой пейзаж за окном хотел, конечно. Ну, красиво же, там, огромная планета, фантастика такая, космос. Когда уже у нас на окна можно будет ставить все, что угодно. Вот когда, скажите мне, пожалуйста. Вот, песня, на самом деле, замечательная. На мой взгляд, одна из любимых, опять же, песен G-Friend. То есть, я уже говорил, у меня две самые, наверное, любимые. Это, пожалуй, Mago и Raff. Но вот Fingertrip, по-моему, там что-то в районе третьего места. То есть, прям очень хорошая, приятная песня. Есть еще очень хорошие и приятные песни у G-Friend. Но это вот в топ-3, на мой взгляд, точно входит. Если меня не подводит память, такое тоже может быть. Ладно, давайте еще раз посмотрим. Ну, теперь уже хореографическое видео. И, возможно, свои слова о том, что оно не такое сложное, хоряга, как предыдущие, да, клипы, особенно как Raff. Заберу назад, потому что я просто не очень помню. Поехали. Ну, вот синхрон у них на месте. Замечательный синхрон абсолютно. Не, миру сразу стало обратно. Это все равно очень похоже на предыдущие клипы по части хоряги. Просто в клипе было на это не похоже, а теперь похоже. Как им такие наряды идут в караул? Они просто стали более таким изящными, как будто бы движением. Это мило. Песня, по-моему, Игги писал, и еще один товарищ. Очень запоминающийся, конечно, кусок из припева. Умели им, конечно, хорягу ставить. Здесь, конечно, синхрон тоже блистает. Блещет. Ну и не только она. Да, без такой паузы, конечно, песни лучше. Удивительно, но этот сэмпл, который квакающий, он мог доставить, но нет. Его достаточно хорошо засунули на фон, и он не мешает совершенно... А, клево. Вот этот момент люблю прям по хоряге. Во-первых, это очень красиво. Когда у вас, простите, много движений ногами, и ноги открыты. Шикарно. Это и фирменная фишка, когда они вот так вот медленно как бы делают. Очень приятно. И электрогитарку добавили, потому что G-Friend как без нее, особенно в ранних песнях. В общем, по-моему, все прекрасно, по-моему, замечательная песня. Я думаю, вы согласитесь этим, кто знает. Напишите в комментариях, что вы считаете, на каком месте среди всех песен G-Friend у вас стоит фингертип. По-моему, это клевый был слом концепции. Даже не слом, скорее эволюция. Вот, были девчонки, да, потом они позрослели, выпустились из школы, и теперь вот они такие на крыше танцуют под неоном, под песню фингертип. И грезят чем-то интересным. Вот, как-то так. Спасибо еще раз большое, Денис, за заказ. Надеюсь, это не последний заказ на G-Friend, потому что есть еще песни, которые было бы как минимум интересно переслушать, и, может быть, оценить то, что я в них раньше не оценил. Или просто еще раз восхититься всем. Вот, какой-то странный звук был. Показалось. От соседей, наверное, что-то там они опять оруют, как обычно. Все. Не забывайте, товарищи, заказать мне песню можно на быти.то. Слэш судаков. Либо там, поддержав меня на определенный пледж, ну и при этом куча других бонусов, типа общение в чатике, голосование за реакции месяца и так далее, тому подобное. И ранний доступ, разумеется. А плюс на минуточку через Тинькофф, ссылка в описании. Тоже можете заходить, пользоваться без проблем. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok